Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня автомобиль Lexus CT200H 2011 года выпуска. Двигатель 1.8 вариатор, гибрид, передний привод. Пробег на автомобиле без малого 41 тысяча километров. Заменю на нем задние тормозные колодки. Задние меняю точно так же, как и передние, по причине того, что идет звук при торможении. Звук грубый, как будто металл по металлу скребет. Ну, здесь до металла далеко, а вот именно материал колодок, а колодки стоят еще оригинальные, издает неприятные звуки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял колесо, откручиваю два болта. Головка на 14. Перед этим не забываем автомобиль снять с ручника, потому что ручник здесь приходит на суппор. Он не электрический, он механический. Трос отключать не нужно, он остается на месте. Для того, чтобы обслужить его, можно еще открутить, хотя ничего откручивать не буду, отведу в сторону, вот так, в таком положении его и обслужу. Сразу подмечу поршень. Вот эти вырезы, один из вырезов обязательно должен стоять вниз, параллельно вот этого среза на суппорте. Почему? Этот вырез на колодке есть штифт, и этот вырез встает на этот штифт. Если он попадет вот этой частью, а не вырезом, будет перекос с поршня, колодка будет неравномерно изнашиваться. Здесь еще камешек попал под пружинку. Пружинки разжимные стоят. Ну и как и видно, колодки тоже в хорошем состоянии, как и передние. Стоят также оригинальные. Сейчас посмотрим, что за производитель у нас на них. Эмблема проёта. Производитель не указан, но быстрее всего это, наверное, Адвиксы. Наверное, это Адвиксы все-таки. Ладно, снимаю обе колодки. Вот про штифт, который я говорил. Вот даже след от поршенька остался. Видите, штифт стоит в прорези. Снимаем пластины. Автомобиль, напомню, 2011 года. Сюда никто не лазил. Колодки стоят еще оригинальные. Поэтому здесь все уже начало подкисать, закисать. И обязательно это надо почистить. Так же и сверху. Запоминаем разницу. А разницы у нас никакой нету. Скобы абсолютно одинаковые. Вычищаем. Под скобами все тщательно здесь, потому что вот оно, даже можно увидеть. Грязь с коррозией. Хотя, вроде бы, не должно быть, но она есть. Убираем ее до гладкого металла. Как снаружи, так и изнутри. Вычищаю все. Вот эти наружные. Почищу щетку по металлу. Аккуратно, чтобы пыльник на направляющие не повредить. Здесь я почистил сверху, снизу, изнутри. Теперь берем, снимаем направляющие. Направляющие движутся. Да, движутся обе. Но смазку я в них поменяю. Снимаем аккуратненько пыльник. И снимаем направляющие. Верхние у нас идет с демпфером. Смазка темная. Странно. Направляющие чуть-чуть натерто. Беру тряпку. Наматываю ее на отвертку. И вытаскиваем изнутри смазку. Смазку старую. Внутри ее мало. В принципе, ничего удивительного нет. Ее там не может быть много. Так как зазор небольшой. Добавляю в смазки запыльник. Смазываю направляющие. Сверху немножко добавляю. И заложу на место. Покручиваю. Все. Можно придавить, подержать. Воздух выйдет. Все. Направляющие у нас верхние смазаны. Также смазываем и нижнюю. Здесь немножко из-за того, что приходится придерживать суппорт. Неудобно. Кстати, нижняя направляющая тоже с демпфером. Смазка такая же темная. Но тоже в одном месте набито. Но сейчас мы ее перевернем. Она уже будет другим местом работать. Другой стороной. Тоже наматываю тряпку. И вытаскиваю старую смазку. в самом конце остатки смазки. Вот видно над цветом какая-то цвет детской неожиданности. Также запыльник добавляю смазки. Смазываю направляющую. направляющую уходить до конца. Здесь единственное под пыльником лейка воздуха. Выпускаем его аккуратненько, чтобы пыльник не повредить. Даже не воздух, даже смазка с воздухом. Все, нижняя направляющая у нас тоже ходит. ставлю на место скобы. Их я вычистил тоже. Беру бошевскую смазку номер 5-6-0-150-44-М. Смазываю. вторую скобу. мяу. Мяу. Ту-тью. Мяу. Настя. Ту-тью. Ту-тью. Беру новые колодки. Колодки использую фирму Саншинг SP2094. Здесь идет с пескуном внутренняя колодка и без пескуна наружная колодка. С пескуном нам надо взять вот эту, которая у нас стоит снизу. Снимаю родные радиаторы, так как у меня есть оригинальный из колодок. Чищу их и устанавливаю на это место. Они идут из нержавейки, поэтому я ставлю их. Торцы колодок мазать я не буду. Вот так вот заводим колодку, прижимаем и втыкаем на место. Теплоотводящую пасту под радиаторы я тоже не ставлю. Вот так заводим колодки, нажимаем и они стоят на месте. Теперь у нас дело дошло до поршенька нашего. Возьму, немножко протру его сверху. Приподнимаю пыльник. И под пыльник добавлю маленько смазки. Буквально чуть-чуть. Здесь я ее разгонять не буду, так как нам надо поршень, чтобы утопить, прокручивать. Беру специальную струбцину. Вот такой вот инструмент. Немножко на ощупь. Подкручиваем и начинаем вкручивать поршень. Когда манипуляции вот эти делаем, смотрим, чтобы у нас на пыльник не соскакивало, чтобы пыльник не порвать. В тот момент, когда мы прокручиваем, мы одновременно и давим. У нас вот эта гайка позволяет топить поршень. Все. Видно, поршень утоплен. Прорезь стоит параллельно. Даже еще маленько ее можно провернуть. Да, все стоит параллельно. А теперь берем и заводим суппорт на место. Постоянно говорят. Я, конечно, благодарен за советы. Я ко многим советам прислушиваюсь. Но тот совет, что здесь надо добавлять герметик резьбовой на 2-3 резьбы. На 2-3 витка на резьбу. Где вы видите? На заводском герметик. На некоторых европейских автомобилях герметик есть. Но он здесь не нужен. Здесь нет крутильных моментов на откручивание. И если вы подтягиваете нормально, не прослабляете и не перетягиваете, подрывая резьбу, этот болт никогда не открутится. Все. Колодки я заменил. Аналогичным образом меняю со второй стороны. И после этого ставлю на место колеса, опускаю автомобиль. И два-три раза нажимаю на педаль тормоза, для того, чтобы у меня выбрать свободный ход. Чтобы тормоза появились с первого нажатия. На этом замену колодок я закончил. Всего вам доброго. Пошел меня на вторую сторону. Собираю инструмент. А смотрю, у меня лежат скобы. Особо внимательные ребята сразу заметят, что я не установил разжимные пружинки, которые у нас стоят от колодки к колодке. Поэтому за камерой посмеялся. Но все-таки решил показать, что я упустил этот момент. Опа! Я упустил этот момент, а упустил я его не просто так. На этих колодках нет отверстий. Здесь есть отверстия, а здесь нет отверстий. Братцы корейцы не сделали под них дырочки. Так что не зря я про них забыл. Еще раз убеждаюсь, в жизни ничего не делается просто так. Все делается к лучшему. На этом все. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok